Дорогие друзья, здравствуйте. Традиционно проявляем, как нас слышно и видно. Спасибо. Добрый день. И Лариса, здравствуй. Анечка, привет, дорогие друзья. Здравствуйте. Добрый день. Прекрасно, дорогие друзья. Ещё добрый день. С огорчением мы говорим о том, что сейчас мы проведём заключительный вебинар в рамках нашего очередного обучающего проекта, который был посвящён эмиратам. От лица компании «Подгруппа» от себя лично хотела бы выразить вам огромную благодарность за то время, которое вы уделили нам и нашей любимой стране, наших любимых стратегических направлений в компании. Искренне надеемся, что вам комфортно и удобно с нами работать. Также этот обучающий проект был вам полезен в работе. Всем желаем прекрасного наступающего сезона. И хотим вам представить нашу любимую, любимую Ларису Золотых, которая представит вам сегодня новости курорта Эмирата Аджмана, которая называется у нас Агарова Ализора, которую мы нежно очень любим, не встаем об этом повторять никогда. Ларочка, спасибо тебе огромное, что ты с нами. Мы очень тебя рады. Я тебя беру и позже. Отдаю тебя в руки наших слушателей. Дорогие друзья, всем огромное спасибо ещё раз. Аня, большое спасибо, дорогие коллеги по группе. Очень благодарна, что вы меня пригласили поучаствовать в вашем обучающем проекте по Эмиратам. У вас всегда очень информативные проекты и мероприятия. И буду рада, дорогие слушатели, рассказать вам про наш замечательный отель Аберой Бич Резорт Альзора. Сперва расскажу пару слов о цепочке. Нет, начну с того, что представлюсь. Меня зовут Лариса Золотых. Наша компания OnLink Services представляет отели цепочки Аберой на рынках России и СНГ. Я обязательно поделюсь с вами контактами. Пожалуйста, бронируйте через дорогих партнёров ПАК-групп, а мне пишите по разным вопросам. У нас на сайте очень подробно расписаны план схемы, что включено в какие типы питания, конфигурация номеров. Это всё есть. Поэтому для вашего удобства поделюсь информационными ссылками и своими контактами. Вернёмся к отелю. Отель Аберой Бич Резорт Альзора принадлежит цепочке Аберой. Это цепочка роскошных лакшери отелей. Все отели Абсолютно Делакс, которая зародилась в Индии в 1937 году. В этой цепочке есть интересная история, которую я очень люблю рассказывать, из которой произрастает философия бренда. В прошлом тысячелетии в Индии жил господин Аберой, тот человек, в честь которого и названа была цепочка. Он был абсолютно из средней семьи и пытался устроиться в жизни. Пытался он устроиться, у него не всё получалось, и в итоге он купил себе новые лакированные классные ботинки и встал возле отеля. Возле отеля – это в городе Шимла на севере Индии. Он встал возле отеля и стал стоять и ждать генерального. Генеральный один день выходил, второй день, третий день, и, наконец, обратил внимание на этого молодого человека. Вернее, он сразу его видел, но не подходил к нему. Потом подошёл и завязал диалог. Спросил у этого молодого парня, зачем он там стоит и чего он ожидает. Господин Аберой ответил, что он хочет работать в отеле. Генеральный был удивлён. Он знал, что у молодого человека опыта не было, но он удивился его настойчивости и обратил внимание на его роскошные новые сияющие ботинки. Ведь, как мы с вами знаем, обувь – это всегда очень важно для презентабельного человека. В итоге генеральный его прособеседовал и взял на самую простую должность. Но господин Аберой был человек непростой, и хотя опыта в гостеприимстве он не умел, он всех поразил своими, именно своим доскональным сервисом, вниманию к мелочам, щепетильности, скорпулёзности. И в итоге у него пошло достаточно быстрое развитие по карьерной лестнице. Его повышали с должности на должность, гости были очень довольны тем, как он работал, персоналу, руководство тоже хвалили господина Аберойа. И в итоге, по прошествии нескольких лет, он уже набрался достаточно опыта, взял суду под свой дом, взял кредит и выкупил этот отель Шимля на севере Индии и назвал его в честь своей фамилии. Отель этот стал первым отелем в сети Аберой. В последствии он стал развиваться, и не только этот отель, но и господина Аберой. Всё множество и множество отелей стало открываться на территории Индии. Образовалась даже собственная академия сервиса Аберой, где обучают доскональному, такому щепетильному, очень вежливому обслуживанию, как предвосхищать желания каждого гостя. В Индии это стало очень роскошное, такая твёрдая, уверенная в себе цепочка отелей. И те наши коллеги, которые работают в Индии, они работают по 20 лет в отеле, по 25. У Аберой прям своя, можно сказать, такая мафия есть сотрудников. Это считается очень элитная и престижная должность именно работать там в отелях. И впоследствии господин Аберой понял, что нужно расширяться, расширять горизонты и стал открывать отели за границей. Они у нас находятся как раз в Эмиратах, есть отель в Марокко, есть отель в Египте. Два круизных лайнера ходят по Нилу, на Маврикии тоже есть отель. Ещё есть планы, пока не буду говорить, какие, пусть это будет интригой, но очень интересные планы в направлении, которые российский рынок очень любит. Так вот, каждый абсолютно отель у господина Аберой, у основателя, которого на данный момент уже с нами нет, но управляет его семья, взял в себя концепцию вот этого щепетильного досконального гостеприимства. И слоган бренда – это внимание к мелочам. Те самые ботинки, о которых господин Аберой в своё время продумал, они красной нитью шли, именно показывая его отношение к мелочам, его вот эту скрупулёзность, которую в своё время генеральный менеджер оценил по достоинству, дал ему шанс, и теперь это является основной идеологией сети отеля Аберой в Индии. Не только внимание к мелочам, что гость всегда стоит на первом месте, что желание гостя надо предвосхищать, и что сервис должен быть действительно уникальным и предвосхищающим любые ожидания. Аберой у Альзора, вернёмся к нашему направлению, к Арабским Эмиратам, этому отелю в этом году исполнилось 6 лет, он у нас такой достаточно молодой, и в эти 6 лет он занял одну из лидирующих позиций на российском рынке, я имею в виду, что российский рынок у нас входит в топ-3 рынка. В отеле у нас, кстати, больше 20 человек русскоязычного персонала, поэтому ваши клиенты всегда будут окутаны стопроцентной заботой. Меню переведено на русский язык, по любым вопросам я тоже здесь, если что-то необходимое, всегда вам отправлю меню или план схемы, и всё, что понадобится. И в отеле всегда есть коллеги из разных отделов, которые клиентам, которые не говорят по-английски, будут рады всегда помочь. Теперь расскажу вам о том, где этот отель находится и как туда добраться. Чтобы до нас добраться, можно прилететь в международный аэропорт Дубая, и дальше по хайвей поехать вот сюда, в эту сторону, проехать поворот на Аджман, где у нас находятся все из местной отеля Аджмана, дальше повернуть налево и заехать на территорию Альзоры. Дорога занимает 30-35 минут. Если мы прилетели Эр-Арабии, которая прилетает в Шарджу, то порядка 20-25 минут займёт дорога из аэропорта в отель. Вы, наверное, спросите, почему отель находится в Аджмане, но называется Бюро Бич Резорт Альзора. Потому что он находится на территории Альзоры. Альзора – это национальный заповедник, который есть в Эмиратах, в Эмирате Аджман как раз. Национальный заповедник обладает уникальной природой, там произрастают мангры. Мангры абсолютно полностью настоящие, их никто не посадил. Там из Персидского залива идёт внутрь такой залив, внутрь континента Земли. И возле этого залива вдоль него образовались вот эти мангры. Там особая экосистема, и живут в этих манграх, в этом национальном заповеднике, порядка 50 или 60 видов птиц. Часть из них является эндемиками, а это значит, что они живут именно только там и больше нигде. Это очень для меня было неожиданно увидеть в Арабских Эмиратах, такую природную, я бы сказала, рекреацию. И по этим мангровым лесам можно совершить увлекательную экскурсию на каяках. Вы берёте каяк, у нас есть определённая служба, которая этим занимается, то есть вы бронируете через консьержа, вас порядка 3-4 минут везут на машине, дают жилет, вы приезжаете на место, откуда идёт сплав на каяке, и вы вместе с инструктором плывёте, и в конце вы можете, вдоль этих мангр, и в конце вы можете встретиться с прекрасной стаей розовых фламинго, которые там живут. Фламинго у нас настоящее, их там охраняют, их охраняет сам шейх Эмирата Аджиман, они у нас там живут, очень довольны проживанием, и туристы могут, имеют шанс поближе на каяке к ним подплыть и увидеть этих величественных птиц в своей природной зоне обитания. Я настоятельно рекомендую всем, кто любит природу, эту экскурсию на каяке совершить. Грести абсолютно несложно, экскурсия недолгая, и очень приятно её делать в сезон, когда нет изнуряющей жары, на рассвете солнышко встаёт, вы гребёте сквозь мангр, чувствуете себя первооткрывателем, потому что это такая достаточно дикая природа, учитывая то, что 5 минут назад вы были в отеле со всеми удобствами, и в конце приправаете, и видите как раз эту стаю величественных птиц. Что ещё у нас, кстати, есть на территории Альзоры, сразу вам, коллеги, расскажу. На территории Альзоры есть отель Аберой Бич Резорт Альзора, национальный парк, про который я только что рассказывала, где можно увлекательную экскурсию совершить, есть набережная, 15 минут где-то пешком от отеля, там разные ресторанчики, кафе находятся, футбольная площадка, если кто-то захочет поиграть, детская площадка небольшая, и набережная, по которой можно как раз совершить променад. Кроме этого, на территории Альзоры у нас есть гольф-поле на 18 лунок. Это профессиональное гольф-поле, где можно поиграть в гольф, где можно научиться этой игре. Там есть ещё ресторан, если кто-то захочет дополнительно выйти куда-то, кроме отеля, на ужин, например. И там ещё сдаётся также недвижимость, это на территории Альзоры, но к отелю отношения не имеет. Регион такой уникальный, природный, и Аберой, конечно, мы, конечно, очень рады, что отель Аберой занял там свою такую лидирующую позицию. Отель 6 лет назад был открыт, он находится на пляже, вот перед нами план схемы этого отеля, и располагает он 89 номерами и вилами. Сейчас вам покажу, что где находится. Если мы с вами смотрим на вторую линию, вот так курсором показываю, то мы можем видеть двухкомнатные виллы. Двухкомнатные виллы, вот они здесь, я надеюсь, курсор видно, если не видно, коллеги, то напишите, пожалуйста, я вот вроде бы включила, должно быть видно. На первой линии двухкомнатные виллы, все со своим бассейном. Бассейн приватный, виллы приватные, у них прямой вид на море, все прекрасно. На этой вилле на каждой две спальни, санузлы, огромная гостиная, терраса, лежаки-кабаны и свой приватный бассейн. Эти виллы идеально подходят для 4 плюс 2 размещения, вот они располагаются на первой линии. Если мы с вами поднимаемся немножечко наверх, то мы можем видеть трехкомнатные виллы. Трехкомнатные виллы у нас размещают 6 плюс 2, располагают тремя спальнями, гостиной, санузлами. Там тоже есть свой бассейн, он чуть-чуть поменьше, чем двухкомнатный, он скрыт между двумя спальнями, и эти виллы обладают очень хорошей приватностью. То есть, если у вас большая семья, если эта семья хочет скрыться от глаз других гостей, скажем так, то мы можем смело предлагать трехкомнатные виллы. Особенность этих вилл еще состоит в том, что они дешевле, чем двухкомнатные, потому что они располагаются на второй линии. Если мы с вами двигаемся дальше наверх, то мы можем видеть два корпуса, каждый по четыре этажа. Из практически всех номеров вид прямой на море. Почему говорю «практически»? Потому что номера, которые у нас на первом этаже находятся, они располагают своим собственным садиком. У них такая приставка «гарден». Я чуть попозже вам расскажу и покажу. Эти номера имеют выход в сад. Что еще у нас есть на территории отеля? У нас есть ресторан «Венес» «Олдэйн Дайнинг», то есть в течение дня можно там вкушать разные изысканные блюда. У нас есть ресторан «Акварио», который открыт на обед и на ужин. У нас также есть спа, тренажерный зал, площадка для йоги. У нас также есть детский клуб, есть такой небольшой пол-бар. Есть здесь бассейн. Бассейн. И, конечно же, фишка отеля. Это шикарный пляж, 500 метров, про который я тоже подробно потом расскажу и его покажу. Двигаемся дальше. Это лобби отеля. Что касается стилистики, то отель был сконструирован господином Пьера Лиссони. Это итальянский архитектор. В архитекторских кругах и в кругах любителей дизайна, любителей современной архитектуры этот человек довольно известен. Я слышала, что он даже принимал участие в разработке дизайна виллы Берлускони в Италии в свое время. Он различные отели проектировал, занимается дизайном. И мы с вами можем видеть на этой фотографии, что в лобби много света, много свободного пространства, здесь такие светлые тона играют, очень интересный элемент интерьера. Как любил говорить мой коллега, здесь нет ничего дешевого, нет ничего из Икеи. И важно отметить, что интерьер этого отеля, он не повторяется. Иногда у сетевых отелей бывает такое, что вы приезжаете из страны в страну, и вы видите, что, в принципе, вы остаетесь практически в одном отеле, потому что по стилистике они похожи. Так вот, этот оберой, он абсолютно не похож на все другие, он отличается. Здесь много элементов интерьера, которые вручную были собраны и привезены сюда только индивидуально для этого отеля. Вечером он выглядит так. Здесь как раз вы можете видеть лобби, где у нас ресепшн располагается. Здесь у нас номера, я вам потом попозже расскажу и покажу, какой шикарный вид из этих номеров открывается. И такое водное пространство. Вечером очень интересно играют цвета, подсветки. И приятно вот так вот по дорожкам пройтись и попасть в ресторан. Ресторан Венес, он как раз рядом с лобби и находится. Что еще у нас есть? У нас есть свой собственный бассейн 85 метров. Это, мне кажется, больше, чем олимпийская длина или практически олимпийская длина. Бассейн с пресной водой. Он доступен для детей и для взрослых. Когда вы приходите в бассейн, вот что касается сервиса, кстати, расскажу. Когда вы приходите сюда, ложитесь на свой лежак, отдыхаете. Абсолютно незаметно подходит персонал и приносит для вас воду, полотенце, термальную водичку, чтобы освежиться, и несколько видов сорбета на выбор. Сорбет безлимитный, доступен абсолютно для каждого клиента и является частью комплимента, которую оперу и рад гостям предоставить. Здесь у нас также стоят кабаны. Кабаны бесплатные, они не бронируются. Кто первый пришел, тот может там отдыхать. Возле каждого лежака стоит корзиночка. В корзиночке кнопочка рядом с меню. На кнопочку вы нажимаете, и, соответственно, персонал к вам сразу же подходит и принимает у вас заказ. Если не хотите, то подходить не будет. Можете полностью спокойно наслаждаться отдыхом. Что касается еще сервиса, люблю рассказывать личные истории про себя и про своих коллег. Я, например, когда была в отеле Аберой, мне поставили фруктовую тарелку. Ну, это стандартно ставят для гостей под заезд. И на этой фруктовой тарелке я обнаружила маракуйю. Маракуйя – тропический фрукт, я очень люблю ее. Остальные фрукты особо не пришлись мне по вкусу, я была увлечена маракуйей. Так вот, на следующий день они увидели, что я съела маракуйю, а остальные фрукты не стала есть. Они убрали некоторые фрукты и добавили побольше маракуйи. Я вот обратила внимание, что действительно они отметили, что мне нравится, такая вроде мелочь, а мне было очень приятно. И доложили тех фруктов, которые я люблю. Когда моя коллега, например, проживала в отеле, она приезжала с рабочими целями, у нее был ноутбук. Перед тем, как уйти из номера, она поработала, ноутбук оставила открытым и закрыла. Экран был немножко заляпан на нее. Когда вечером она пришла, она обнаружила свой ноутбук, свернутую зарядочку рядом, открыла его, обнаружила, что экран был абсолютно чистый, блестящий, сверкающий, и рядом ей положили салфеточку из микрофибры, которой нужно экран протирать, чтобы не поцарапать, специальное средство для протирки экранов, ноутбуков, и записочку. Мы обнаружили, что вы работаете, пользуетесь компьютером, вот, пожалуйста, вам специальное средство для того, чтобы вам комфортнее им пользоваться. И таких примеров, на самом деле, выберу их множество. Можно даже посмотреть онлайн. Я один раз нашла пост клиента. Мне кажется, это было в некоторой запрещенной сети в России, на Фейсбуке, где-то там. И там был пост о том, как клиент ушел куда-то из номера, и когда вернулся, он обнаружил, что ему докупили дезодорант Невея. У него заканчивался дезодорант. И когда хаускипинг приходил убирать, они это обнаружили. Пошли купили ему точно такой же новый в магазине и написали, что «Дорогой гость, мы заметили, что он у вас заканчивается, вот, пожалуйста, мы для вас приобрели новый, чтобы вы не чувствовали нужды и чтобы вам было комфортно». Зубной пастой тоже были такие пасты. В общем, отель всячески старается для гостей именно предвосхищать их ожидания и делать так, чтобы их проживание в отеле было действительно максимально комфортно. И о таких мелочах, как там зубная паста, дезодорант, они вообще, в принципе, и не думали. Что касается номеров, вот они, кстати, как мы с вами можем видеть, все обладают широким балконом, потрясающим видом на море. Первый этаж, он обладает выходом в садик. Начнем по категориям. Пройдемся. Первая стартовая категория, она у нас называется «Премьер-рум». «Премьер-рум», она бывает в двух комплектациях, с садом и с террасой. Обратите внимание на квадратуру. Реально очень большой отель, ой, в смысле, простите, очень большой номер, 81 квадрат. 81 квадрат – это стартовая категория, дальше будет только больше. Здесь мы можем разместить 2 плюс 2. Показываю, как размещаем. На большой кровати ложатся родители. На эту кровать мы кладем одного ребенка, подушечки убираем, кладем ребенка. И дополнительно ставим куда-нибудь сюда экстра-бет, дополнительную кровать. На этом диване спокойно я могу разместиться, поэтому любой ребенок там ляжет. И дополнительную кровать для ребенка еще ставим. Получается размещение 2 плюс 2. Эта категория у нас обладает широкой террасой, и вид открывается вот такой. Также хочу вам сказать, что отель очень зеленый. Благодаря соседству с национальным заповедником, Альзора, тут у нас очень зеленая. Особая такая экосистема, поэтому благоприятно выращивать там различные растения и цветы. Я была удивлена, когда там даже франжипани нашла, потому что это растение, которое в Юго-Восточной Азии традиционно растет. Когда я приехала в отель, мне сказали, что при открытии владелец распорядился заказать несколько видов растений и цветов из Испании, и команда более, мне кажется, 20 садовников ухаживает за всей этой прелестной зеленью, которая тут произрастает. Птички, которые проживают на территории Альзоры, прилетают сюда, летают и улетают обратно туда, к себе, свой дом, на территорию мангар, национального заповедника, поэтому здесь вы можете не только наслаждаться благоуханием цветов и роскошной такой пышной зеленью, но и также можете слушать пение птичек. Действительно, такой очень умиротворенный отель с интересной архитектурой и с красивой природой. От Эмиратов я такого не ожидала и поэтому была приятно удивлена, когда первый раз в отель приехала. Вид у вас из этого номера, с балкончика, будет примерно такой. То есть перед вами пляж и прекрасный вид на море. Перед вами ничего нет, максимум там может корабль проплыть, но вид действительно шикарный. Это ванная комната у этого номера. Здесь есть специальные жалюзи, то есть жалюзи можно открыть, если вы хотите, например, принимать ванну и смотреть на море. Или жалюзи можно закрыть, если хочется приватности. Здесь у нас ванная, естественно, две раковины. И сзади, не показано здесь на фотографии, там душевая кабина и туалет. Косметика в номерах Forest Essentials используется. Это индийская, аэробидическая, люксовая косметика. Очень приятный аромат, интересные ингредиенты используются. Я все время обращаю внимание на ту косметику, которая есть в отеле. Это действительно очень качественная. После него и волосы мягкие, и кожа увлажненная, там специальные такие ставят, крема после душа. Поэтому действительно качественная, хорошая косметика используется в отеле. Что касается такого же абсолютно номера, но с приставкой Garden, то вот он перед вами. Помните, вначале я говорила, что номера у нас есть с террасой и есть с садиком. С террасой я вам только что показала, а вот перед вами номер с садиком. Отличаются они по названию. Premier Room with Private Terrace, это премьер-рум с террасой, и премьер-рум Garden View. Это номер, соответственно, с выходом с садик. Здесь у нас стоят лежаки, два стула, столик и такой небольшой закрытый садик. По бокам кустики так растут. Соответственно, можно вот здесь прекрасно, например, позагорать, попросить поставить лежак. Можно отпустить маленьких детей, чтобы они здесь поиграли, рассыпать для них игрушки. И это действительно номер, который подходит прекрасно для семей с маленькими детьми. Это, кстати, стартовая категория. С террасой это следующее. Он вмещает в себя точно так же 2 плюс 2. Внутри он выглядит так же, как и предыдущий. То есть один ребенок ложится на диван, второй ложится на дополнительную кровать. Вот у нас ванная комната. Она идентична предыдущей, только вид у нас здесь идет в садик. Следующая категория называется The Luxe Suit. The Luxe Suit, он больше по квадратуре, чем Premier Room. Это уже Suit идет, то есть более такая высокая категория. Отличается он от предыдущей тем, что здесь у нас есть гостиная, которая закрывается на дверь. То есть в гостиной мы можем поставить доп. кровать, положить одного ребенка, а второго разместить вот здесь, включая указку, вот здесь на диванчике. The Luxe Suit, он тоже у нас двух конфигураций. Так, включая указку, вот диванчик, где размещаем ребенка. И вот здесь ставим экстра бед, дополнительную кровать, и размещаем другого ребенка. Эти номера у нас также обладают двумя конфигурациями. Одна это Deluxe Suit with Private Terrace, с террасой. И следующая категория, вот она перед вами, это Deluxe Suit with Private Garden. Между собой Premier Room и Deluxe Suit коннектятся. То есть если едет большая семья, то можно эти номера законнектить. Коннектинг стараемся подтверждать по возможности, не гарантируем, но, пожалуйста, пишите партнерам, мы всегда будем рады сделать возможное, все возможное, чтобы клиентам предоставить эти номера. Двигаемся дальше и переходим на более высокую категорию, поднимаемся наверх по этажности и доходим до четвертого этажа, где мы видим Premier Suit. Premier Suit – это шикарный большой сьют 169 квадратов с отдельной гостиной комнатой. Вот здесь она представлена на этом слайде. Здесь в гостиной, включая указку, мы можем постравить доп. кровать, ребенка положить на диван, закрыть дверь, и дети будут спать отдельно, если взрослые не желают, чтобы один ребенок спал с ними. А во второй комнате можно, соответственно, уже разместить родителей. Этот сьют хорош тем, что у него прекрасный широкий балкон и роскошный панорамный вид. Сейчас вам покажу. Вот так вот идет балкон вдоль спальни, вдоль номера, и вид открывается на море. Находится он в высокой точке курорта, то есть в корпусе находится он на высоком этаже. Если мы переходим с вами дальше, то мы видим двухкомнатные виллы. Двухкомнатные виллы – это очень популярный продукт на нашем рынке. 4 плюс 2 он вмещает. И эта двухкомнатная вилла, она располагает шикарным прямым видом на море и легким доступом к пляжу. Чтобы пройти на пляж, то вот здесь, вот через эту дверку, нужно выйти буквально минуты-полторы-две, и вы окажетесь на пляже. Здесь стоят собственные лежаки, здесь стоят кабаны, здесь у нас панорамный бассейн, который меняет температуру в холодное время года. И если клиенты желают, то вот эти лежаки можно для них, например, поставить сюда, они позагорают, и обратно можно убрать. Нечасто клиенты такое просят, потому что солнце падает вот под таким углом, и им намного более приятно и комфортно загорать вот на этих лежаках и выходить уже на пляж, купаться и возвращаться обратно к себе на виллу. Вот так выглядит терраса. Вот так выглядит гостиная. Обратите внимание, пожалуйста, на плитку. Плитка была сделана вручную и специально для этого отеля была привезена из Аталии. То есть в элементах интерьера, как я и говорила, здесь много ручной работы и много интересных таких деталей, которые были сделаны именно для этого отеля и, самое главное, которые были сделаны руками. То есть это ручной труд, ручная такая работа, красивая очень архитектура и красивый экстерьер и дизайн отеля. Это гостиная. Гостиная обладает широким таким пространством. Здесь много света, много белых тонов. Ванная комната, кстати, двухкомнатной вилле, что особенного? Ванная комната, она без крыши. То есть это душ открытый, как мы привыкли с вами видеть на Мальдивах. Он у нас есть как раз в двухкомнатной вилле. Здесь у нас дверка. Через эту дверку мы выходим и можем оказаться на пляже. То есть это очень удобно. Гость сходил на пляж, вернулся обратно, зашел в дверку, принял душ и уже пошел дальше к себе на территорию виллы. Вот еще одна фотография. Как раз лежаки и кабаны, столик. Здесь все достаточно приватно. То есть тоже все закрыто зеленью, цветы растут, птички поют. И вот так вот мы с вами выходим. Буквально через минуточку оказываемся уже на пляже. Покажу вам, как выглядит внутри. Двухкомнатная спальня, она у нас обладает одной кроватью King Size Bed. Вот она у нас с вами. Обратите, пожалуйста, внимание на приватность. То есть здесь зелень, все прекрасно, ничего не видно, но в то же время панорамные окна, чтобы было много света. И Twin Bed. Вот здесь вот Twin Bed. Что касается трехкомнатной виллы, кстати, возвращаясь в двухкомнатный, там есть еще небольшая кухонька, такая, знаете, простая. Туда обычно персонал приходит, что-то подготавливает для клиентов. То есть это не полноценная кухня, как, например, есть в наших домах, но что-то там легенькое такое можно на скорую руку именно подготовить для клиентов или если мама едет с маленьким ребенком, ей нужно там специальное питание подготовить. Для этих целей обычно кухонька используется. Большая гостиная, несколько санузлов, бассейн. И еще что примечательно, в двухкомнатной вилле, как и в трехкомнатной, впрочем, есть разные входы, и внутри части виллы закрываются. Это значит, что если у вас, допустим, едет большая компания, которая периодически не хочет друг с другом видеться, то они могут внутри закрыть дверь и не пересекаться и заходить из разных дверей на свою виллу. Потом они соскучатся, могут эту дверь открыть и уже увидятся. То есть у них будет с одной стороны инфраструктура, и с другой стороны инфраструктура, и заходить они могут с раздельных сторон. Вот так. Трехкомнатная вилла, она у нас располагается на второй линии. Она больше по размеру 339 квадратов площадь этой виллы. У нее здесь такой небольшой бассейн, она очень приватная. Море отсюда видно, но достаточно частично, зато тоже есть такой выход в садик, где очень приятно погулять. Можно, например, косичком побегать детям, они тоже это любят делать. Здесь такой небольшой бассейн, все закрыто. Три спальни, и также спальни разделяются между собой, то есть можно их закрыть и не пересекаться, если не захочется. Здесь у нас три king size bed. Показывают одна спальня. Здесь у нас, соответственно, выход лежаки стоят. Это у нас вторая спальня, и это третья спальня. Прекрасные ванные комнаты, опять панорамные окна, много света, но очень все приватно здесь. Также вот еще одна ванная. И получается, вид на море у нас частичный, бассейн чуть поменьше закрытый, здесь стоят тоже лежаки, стол, где можно поужинать. И, кстати, вот на трехкомнатной вилле у нас очень любят заказывать барбекю. Барбекю на вилле, это когда приходит к вам повар, готовит для вас, например, рыбу, мясо, морепродукты, сомелье подбирает вино, если клиенты желают. И наши русские клиенты очень любят такую функцию. Так, следующая категория, это Кахенор Сьют. Кахенор Сьют у нас тоже находится на высокой точке курорта отеля на четвертом этаже, 346 квадратов площадь этого Сьюта. То есть Сьют даже больше, чем трехкомнатная вилла на самом деле. Здесь у нас что? Здесь у нас огромная гостиная, здесь у нас свой камин, обеденная зона, широчайшая терраса, из которой открывается великолепный вид на море, вид, соответственно, на сад, на всю эту зелень. Вот это вид с другой стороны. И две спальни. Одна спальня King Size Bed, тоже с выходом вот здесь вот на балкончик. И вторая спальня Twin, тоже, естественно, с выходом на балкон. И эта категория, она очень большая, она для тех клиентов, которые, допустим, не желают останавливаться в вилле, которые хотят, чтобы у них был панорамный вид. И сейчас я вам покажу ванную комнату. Ванная комната, широкие окна, прекрасный вид, то есть можно принимать ванну и, например, смотреть, как солнце садится. Чем можно еще заняться в отеле и какой есть досуг? Перед вами на слайде у нас представлена библиотека. Это такое пространство, где вечерами, в сезон, иногда в четверг, иногда во вторник, иногда в среду, это все зависит от расписания, делается коктейль с менеджментом. Здесь, соответственно, менеджмент отеля собирает всех клиентов, угощает коктейлем, общается для того, чтобы улучшить качество работы, для того, чтобы собрать отзывы от клиентов и понять, что в отеле можно сделать лучше. Многие, кстати, изменения и меню, и какое-то расширение отеля, оно было сделано, эти решения были приняты, в том числе потому, что гости постоянные очень хотели, и менеджмент с ними общался, собирал их отзывы, потом обсуждал там сверху и принимал соответствующие решения. Важно, кстати, заметить, что за 6 лет существования отеля 60% гостей – это репитеры, то есть это повторные гости. Многие гости приезжают по нескольку раз в год. Например, я вот вчера работала с агентом как раз, у нее семья, которая по два раза в год стабильно ездит в Аберой, они очень рады, один раз попробовали и остаются там каждый раз, по два раза в год. Это у нас библиотека. Что по питанию? Питание в отеле Аберой может быть на завтраках, на хаубборде и на фуллборде. Важный аспект, что у нас нет а-ля карт, и все, нет, вернее, буфета, простите, и все абсолютно а-ля карт. Это значит, что для клиента будут приготовлены блюда под заказ, буквально из-под ножа, для него все будет сервировано, то, что он захочет, с пылу, с жару. На завтрак это широкий вид опции, различные блюда и привычные нам, и, кстати, есть индийская кухня, потому что отель индийской сети, можно сделать остренькое, можно сделать неостренькое, то есть выбор широчайший. На завтрак, как обычно, с напитками, с различными, и на обед и на ужин у нас идет закуска или салат, основное блюдо и десерт. На обед и на ужин водичка, house water, это отельная водичка, которую ставят на стол, она включена. Вот здесь у нас в ресторане Венеск мы сервируем завтрак, обед и ужин. Меню переведено на русский язык, очень легко понять, если клиенты проживают на HB или на FB, все, что не отмечено значком доллара, они могут взять из позиции закуска, основное блюдо и десерт. Если они увидят пометку доллар, это будет extra charge, то есть за дополнительную плату. Но в любом случае у нас там есть русскоязычный персонал, если гости будут испытывать затруднения при выборе, они всегда могут обратиться к сотруднику, и сотрудник им обязательно подскажет. В ресторане Венеск завтрак, обед и ужин. И прекрасная такая площадка с видом на море, с садом, то есть все здесь чудесно. Следующий ресторан – это ресторан Акварио. В этом ресторане мы сервируем рыбу, гриль, морепродукты. Он такой больше файндайнинг, идеально подходит на ужин. Здесь у нас есть красивая широкая площадка, тоже с видом на море. Кстати, коллеги, не упомянула, что в отеле Аберой нет такого понятия, как day use, day pass. Соответственно, если клиенты проживают в любом другом отеле в Дубае, то к нам они попасть за деньги не могут. То есть пляж отеля, он закрытый, он приватный, и он доступен только для наших гостей. Только для наших гостей. Поэтому, если у вас есть VIP-клиенты, их можно смело отправлять. Они полностью будут чувствовать себя абсолютно полностью приватно, и на пляж никто другой прийти не сможет. Что касается спа, то очень много разных опций. Фишка абероев в как раз вот этом омывении ног перед процедурой, это тоже делают абсолютно разных абероев. Здесь у нас и массажи, и обертывания, естественно, процедуры для пар у нас также есть. То есть спа пользуется большой популярностью. Долго рассказывать не буду. Отель индийской сетки. Естественно, с этим все должно быть хорошо. Зал тренажерный 24 часа. Опять панорамные окна. И выход в сад, вид вернее в сад. То есть занимаетесь в зале и смотрите на сад, на то, как птички летают, на то, как цветы распускаются. Очень живописно. Есть занятия по йоге, есть как групповые, есть как индивидуальные. Можно также позаниматься. Специально есть площадка. Детский клуб, конечно, у нас присутствует. Очень много гостей приезжает с маленькими детьми в семьи. Здесь у нас такие небольшие, есть два маленьких бассейна для деток. Что касается няни, то под запрос ее можно организовать. Русскоязычную няню тоже можно организовать. Единственное, пишите об этом, пожалуйста, немножко заранее. У детей есть список активностей. В течение дня их развлекают. Они всегда могут чем-то здесь заняться. Активности абсолютно разные. Это и рисование, и активные игры. Также здесь есть бассейн. Активности тоже меняются периодически. Вот у нас пляж. Мы приходим к изюминке, к самому моему любимому месту в этом отеле. Это пляж. Пляж действительно роскошный. Классный плавный заход. Лежаки стоят. Кабаны. Кабаны не бронируются. То есть тот, кто первый пришел, тут может в кабане и остаться, провести. Соответственно, приятное время. Также там есть человек, который спасатель на всякий случай на пляже. Пляжное обслуживание у нас тоже есть. В сезон играет здесь диджей. Такую легкую, ненавязчивую музыку. Заход приятный, плавный. Песочек мягкий. То есть с точки зрения купания все хорошо. Подходит как для взрослых, так и для детей. Важно также отметить, что вот эти лежаки и кабаны, они стоят с правой стороны. Сейчас я вернусь в начало презентации и покажу вам, где они стоят. Так, вот у нас этот слайд. Лежаки и кабаны стоят вот здесь. А вот эта вся часть полностью пустая для того, чтобы здесь можно было совершить променад и для того, чтобы клиенты из двухкомнатных вилл не имели прямой доступ к пляжу, прямой вид на море. Соответственно, лежаки и кабаны у нас стоят все вот здесь. Так, поднёмся обратно к пляжу. Вот он у нас. Про пляж всё рассказала. Что ещё хочу отметить? Рядышком есть гольф-поле на 18 вунок. Про него я тоже говорила. Если клиенты хотят поиграть в гольф, то, кстати, Green Fees – это аналоги, которые они должны платить. Для них, по-моему, будут, да, для них будут включены. И также им не нужно будет брать клюшку и всё то, что необходимо для гольфа, это всё им выдадут. Есть соглашение между гольф-полем и отелем Аберой на специальное такое обслуживание для клиентов. Это у нас вид на Альзору, здесь у нас как раз мангры, здесь гольф-поле, и здесь проживают вот те самые 60 видов редких птиц. В отеле тоже есть центр водных видов спорта. Помимо отеля он есть в Альзоре. Если клиенты захотят выехать, то в Dubai Mall отель также возят один или два раза, в зависимости от погодных условий или в зависимости от сезонности. В 11 утра клиентов забирают, и в 4 часа их забирают из Dubai Mall. Если они захотят, то они могут там остаться и потом на такси за совершенно небольшую плату вернуться. Что ещё есть недалеко от отеля? Помимо набережной Марина-1, куда можно сходить и, например, перекусить или прогуляться, и мангр, по которым можно совершить экскурсию. Недалеко от отеля есть крупный магазин Carrefour, буквально, мне кажется, может 5-7 минут. Там можно купить всё необходимое, если клиентам нужно что-то прикупить, например, аптека или какие-то средства первой необходимости. В Аджмане есть Аджман Сити Центр. Можно съездить в Аджман, там посетить, например, рыбный рынок, прогуляться по городку по Эмирату, поэтому там в том числе и алкогольный магазин есть, если вдруг кому-то нужно. И Аджман Сити Центр, это mall, торговый центр, который там находится, это порядка 15 минут есты. Из интересного ещё, что хочу отметить, сейчас перейду к самому началу, на план схеме обязательно вам расскажу. Отели Берой пользуются большой популярностью, поэтому вот здесь вот с левой части у нас 8 дополнительных вилл построено, мы уже построены, это будут двухкомнатные виллы, каждая вилла с бассейном, каждая вилла с тренажёрным залом, кстати говоря, большие виллы, классные всё, всё будет хорошо дополнительно, потому что спрос был на виллу очень большой и приняли решение ещё там сделать вилла. Они уже сделаны, они ожидают своего открытия, наверное, может быть, в следующем году будут все виллы уже полностью открыты, там ещё дополнительно будет ресторан, бассейн, всё это уже работы произведены, сейчас ждём, когда открытие. С левой части тоже будет дополнительно отель Аберой, поэтому отель расширится, он будет такой большой, и мы ожидаем, соответственно, приток новых клиентов, потому что спрос за эти 6 лет был достаточно большой, 60% репитеры, российский рынок входит в топ-3, поэтому отель постоянно улучшается и развивается. Как раз вот эти виллы, которые слева, решение принято было в том числе потому, что был большой спрос на виллы, и клиенты жаловались, что виллы заняты, они очень хотят, и поэтому менеджмент и руководство приняло решение отель расширить. Практически до конца презентации мы с вами дошли. Я ещё не рассказала вам про активности, которые можно посетить, которыми можно заняться в отеле. Значит, что можно в отеле поделать? У нас здесь есть мастер-классы рисования с вином, когда клиентов угощают винами, они рисуют акварелью, пастелью. Есть дегустация мёда, есть детский клуб для детей, я говорила, есть детские активности. В сезон вечерами приходит музыкант, певица, они вечером развлекают гостей такой лёгкой лаунджевой музыкой, то есть поют. Также музыка играет благодаря диджею на пляже. Потом рядом с отелем есть, как я говорила, набережная, есть недалеко мол, то есть всегда можно куда-то выехать из отеля, чтобы приятно провести время. Ну и, конечно же, Shuttle в Dubai Mall, он у нас тоже присутствует. В принципе, коллеги, по отелю я вам всё практически рассказала. Если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите мне. Сейчас поделюсь своими контактами. Я имею в виду, если будут какие-то дополнительные вопросы потом. Если есть вопросы сейчас, то, пожалуйста, задавайте. Да, в отеле есть депозит. Вот, пожалуйста, мои контакты. Да, обязательно расскажу. В отеле есть депозит. Это 500, если я правильно помню, 500 дирхам в сутки за номер. Да, за номер. Но при заезде можно, ну или лучше, если, допустим, клиенты не будут пользоваться экстрас, чтобы не доблокировали за каждые сутки, можно дополнительно мне напишите. Я попробую поговорить с отелем, чтобы блокернули небольшую сумму. Если клиенты экстрас не пользуются, то они доблокировали еще больше. Также поделюсь с вами обязательно ссылкой на наш сайт, где вы можете найти всю интересующую информацию по этому отелю. Там есть план, схема номеров, все то, о чем мы с вами говорили. И в том числе у нас есть свой YouTube-канал, YouTube-канал нашего представительства, где вы можете найти видео многих категорий номеров. Вилла там точно отсняты. Это очень хорошо сделала моя коллега и смонтировала. Поэтому, если вы захотите увидеть, как Вилла выглядит, то, пожалуйста, заходите на наш YouTube-канал. Все это для вас подготовлено. Какие-то еще, коллеги, вопросы? Буду рада ответить. Если пока сейчас вопросов нет, то давайте посмотрим видео. Может быть, какие-то вопросы всплывут, возникнут. Я тогда включаю сейчас видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok